Итак, всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале в новом видео. Сегодня мы с вами будем разбирать и делать вместе ежедневный макияж на лето. В чем его будет такая небольшая изюминка? В том, что мы не будем использовать тональный крем. Потому что, как я уже говорила, летом хочется максимальной легкости, ощущения, свободы и кожи это тоже касается. Поэтому предлагаю поэкспериментировать и сделать максимально легкий макияж без покрытия тонального. Поехали! Сегодня в качестве подготовки кожи я буду использовать такой вот крем. Он очень увлажняющий, марка CeraVie. Я думаю, что если вы смотрите американских блогеров, то вы наверняка слышали об этом бренде. Он достаточно известный и на американском ютубе прям без ума от этого крема. Я решила попробовать его и сейчас я его тестирую именно как в качестве базы подготовки кожи, именно увлажнения. И сегодня буду использовать его на все лицо. Плюс для того, чтобы слегка выровнять тон, я буду использовать и добавлять каплю консилера от марки Maybelline Fit Me. Это новинка для меня, но я знаю, что многие из вас его любят. Мне многим рекомендую попробовать. И, наконец-таки, я его купила и прямо сейчас буду делиться своим первым впечатлением. Итак, я нанесла вот такое количество увлажняющего крема. И сейчас сюда я добавлю каплю консилера. Теперь я это все перемешаю. И у нас должна получиться такая легкая тонирующая база. Текстура у этого крема с серове, он, знаете, прям такой жирненький. Когда вы его наносите на лицо, потом еще пару минут, нисходит ощущение того, что кожа влажная. И для тех, у кого кожа очень сухая, это прям хорошо. Распределяется он максимально быстро. Так, у меня есть как раз воспаление, прыщики, будем сейчас работать с ними. Он практически не пахнет, что также хорошо. Как вы видите, в таком случае, когда я наношу крем с каплей консилера, я не использую ни кисточки, ни спонжики, потому что пальчиками у меня распределение получится, мне кажется, получше. И увлажняющий крем весь будет на лице, а не на продукте, которым я наносила его, точнее, не на инструменте. Вот такими промакивающими движениями я в конце педаль на прохожусь, чтобы убрать какие-то излишки, помочь крему быстрее впитаться и пальчиками вот так вот еще под глазками. Ну, мне кажется, конечно, у нас не получилось никакого плотного покрытия, но кожа все равно стала смотреться немного лучше. Далее продолжим пользоваться консилером от марки Maybelline Fit Me. И я сейчас буду использовать его точно для перекрытия каких-то локальных воспалений. А также я добавлю его немного под глазки. По отзывам я слышала, что это достаточно легкий консилер, который отлично как раз-таки подойдет на лето. Как вы заметили, сегодня весь макияж делаю пальчиками. Итак, я его использую, кстати, в оттенке 20. У меня он есть еще в оттенке 10, но я посвочила и поняла, что десяточка будет мне пока светловат. Остатками обязательно на верхнее веко пройдемся. По текстуре. Пока ощущение сухости у меня не возникает. Это плюс. Потому что от многих бюджетных консилеров, которые заявлены как легкие, я все равно ощущаю стянутость. Здесь такого пока нет. На воспаление прыщики мы наносим с вами консилер такими легкими запечатывающими движениями для того, чтобы не снять покрытие, а сделать его как раз-таки чуть более плотным в определенной нам зоне. Вы можете делать это спонжем, но лучше тогда хорошо и тщательно его смочить. Вообще, мне кажется, многие летом используют легкие текстуры. Я, кстати, про это уже сняла видео о самых легких тональных текстурах именно на летний период. Но если вы вообще не любите ощущение тона, то вот такой небольшой лайфхак вам, как можно сделать мейк без тонального крема. Ну что ж, мне кажется, у меня неплохо получилось выровнять кожу. Не использую при этом тонального крема. И напоминаю, что я использовала просто увлажнение и консилер. Далее брови. Брови я сейчас просто зачешу. Опять же, мне кажется, пушистые расчесанные брови делают нас более свежими. Также, несомненно, они нас омолаживают, что очень важно. Поэтому не гонитесь за какими-то четкими линиями. Здесь они нам не понадобятся. Тем более, на ежедневный вариант макияжа достаточно, если у вас хорошо растут свои бровки. Просто расчесать их прозрачным гелем. Но если вам не хватает много интенсивности, вы можете всегда взять цветной гель и пройтись именно им. Тем самым, скрыв легкие пробелы. И сейчас мне хочется немного подсветить свою кожу. Я буду использовать такой вот хайлайтер от марки Essence. Я вам про него рассказывала в своих недавних видео. И когда я попробовала его первый раз, он мне понравился не очень. Потому что я не поняла, как им пользоваться. Но теперь я его распробовала и поняла, что его не обязательно использовать именно как хайлайтер. Его можно использовать как подсвечивающую пудру. Потому что, когда вы набираете его, вы видите, что шиммера в нем практически нет. Он просто дает какой-то легко-желто-золотистый блик. Поэтому в качестве пудры... Например, я много раз показываю Hourglass, который мне очень нравится. Но, конечно, Hourglass стоит намного дороже. И вот похожий эффект вы можете получить, используя пудру... Точнее, хайлайтер от марки Essence. Мне кажется, это очень здорово. Потому что если вот его наносить именно вот такими круговыми движениями, то получается, опять же, вот этот легкий эффект фотошопа. Поры как будто рассеиваются, кожа при этом подсвеченная, но не блестящая. Я наношу только на центральную часть лица. С ним тоже главное не переборщить. Потому что если вы нанесете его очень много, то может получиться слишком сияющий блик. Если вам кажется, что вы переборщили, то вы всегда можете взять либо кисть с тоном, либо спонжик. И вот такими промахивающими движениями убрать все излишки. Вот, появились у нас легкие блики. Но именно в центральной части лица. И не блики, которые делают хайлайтер, а блики, которые создают вот эта атласная сияющая пудра. Далее я хотела бы сделать легкую кремовую коррекцию лица. И для этого я буду использовать стик от марки Кико в оттенке 201. Его можно наносить вот такой пушистой кистью. И легкими движениями добиваться нужного вам оттенка. Я хочу, чтобы у меня был максимально легкий эффект. Поэтому буду наносить чуть-чуть. И вот так достаточно объемно оттушевывать. Кремовая коррекция в летний период это очень здорово. Потому что здесь все текстуры будут хорошо впитываться. То есть спустя там пару часов кожа подвпитает. И сделает все границы максимально незаметными. Поэтому даже если вы немножко где-то переборщили, не увидели утром, что вы что-то не растушевали. То в принципе это не так критично. Это можно легко и быстро растушевать. И сейчас практически в каждом макияже я использую именно этот скульптор. Потому что он помогает мне добиться именно правильного оттенка тени. Работа с лицом практически закончена. Теперь давайте сделаем легкий свежий макияж глаз. И сегодня я буду использовать такую новинку для меня. Это тинт от марки L'Oreal. Называется Eye Paint. И у меня это оттенок 205. Золотисто-бежевый оттенок шампанского. Мне очень понравились оттенки. Я хотела попробовать еще розовый цвет, но его, к сожалению, не было в наличии. И вот сейчас я наношу совсем маленькую капельку на все подвижное верхнее веко. Мне нравится, как он растушевывается. Мне нравится, что он не схватывается, как многие недорогие тинты для глаз. И можно добиваться вот такого легкого полупрозрачного эффекта. Одной капли мне хватает для того, чтобы нанести этот продукт на два глаза. Я только что ничего не добавляла. Использую практически всю ту же капельку. Ну, это прям такой совсем, да, естественный натуральный эффект. И этот тинт, он абсолютно недорогой. У них хорошие оттенки. И мне нравится их текстура. Я уже, если честно, пробовала его на себе, наносила, ходила с ним. И, знаете, он продержался мне достаточно хорошо. Его можно не фиксировать на мне, он не скатался. Но если вы знаете, что может скататься на вас тинт, либо кремовая тень, то можно профиксировать, например, вот таким вот хайлайтером, который я наносила на лицо. Он не будет менять оттенок продукта. Он просто именно зафиксирует. То есть на липкую основу вы наносите что-то сухое, это сцепляется. И ваш макияж получается очень стойкий. Теперь красим ресницы. Вот сейчас я на себя смотрю и понимаю, что, в принципе, мне нравится, как выглядит моя кожа без тона. Хотя сейчас, честно признаться, у меня не самый лучший период именно для кожи, потому что в последнее время начали появляться какие-то воспаления, от них у меня остаются пятна. Может быть, это связано с тем, что я пока что перестала пользоваться своим прежним уходом. Обязательно вам расскажу об этом опыте в дальнейших своих видео, но даже несмотря на то, что я вижу эти несовершенства, мне не хочется пока что наносить более плотное покрытие. Я еще стала слегка прокрашивать себе нижние реснички, для того, чтобы глазки смотрелись более открытыми. Ну и теперь я воспользуюсь тинтом от марки Бекка. Вы можете взять абсолютно любую помаду, которая вам нравится, и использовать ее два в одном на губы и, конечно же, на щечки в качестве румян. Я нанесу этот оттенок в совсем небольшом количестве на щечки, оттушую пальчиком, для того, чтобы немного освежить. Опять же, это кремовая текстура, которая сейчас впитается в мой увлажняющий крем, который я нанесла в самом начале, и будет абсолютно незаметно и, естественно, смотреться. Ну и остатками уже прохожусь по губам. Я не люблю помаду на каждый день, вы знаете, и поэтому мне тинтов более чем достаточно. Если я использую помаду, то, как правило, я наношу ее такими же движениями вбивающими. Ну что ж, в такой легкий освежающий макияж на каждый день я только что вам показала без использования тонального крема. Рассказала о каких-то новых продуктах для меня. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно делитесь в комментариях продуктами, которых я показывала в своем видео, потому что многие для меня, как вы уже поняли, новинка, и мне интересно узнать ваше мнение о них. Также обязательно делитесь идеями для новых видео на моем канале, мне будет очень интересно почитать. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить мне лайк, также подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, и, конечно, не забывайте про мои социальные сети, ведь там все самое свежее, интересное, все мои анонсы о мастер-классах, о выездных, об обучениях в других городах. Поэтому, если хотите быть на связи, то, конечно же, подписывайтесь на Инстаграм. Ну и я вам всем желаю хорошего настроения, увидимся в следующих видео, и пока-пока!